Международные хакеры взломали почту МИД Международные хакерские группы «Анонимус» появилось сообщение о краже всей электронной почты Министерства иностранных дел. По заявлению взломщиков, в переписке содержится информация о связи главы НАК «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина с ФСБ России, различными украинскими чиновниками, нефтяными группами из Эмиратов и Азербайджана, а также информация о деятельности экс-премьера Юрия Тимошенко и пересылке военных грузов Украины. Однако в Министерстве иностранных дел эту информацию опровергают. По их словам, речь идет о взломе резервной почты посольства Украины в Азербайджане. Тем не менее, украинский МИД уже предпринимает меры по усилению контроля за государственной информацией. Тем временем на сайте Международной хакерской группы всем желающим любезно предлагают скачать архив переписки. Напомним, в январе хакеры группы «Анонимус» взломали правительственный сайт Соединенных Штатов, а в апреле – аккаунты Северной Кореи. А тем временем в Одессе потеряли полмиллиона гривен. Прокуратура Одесской области начала проверку органов местного самоуправления на соблюдение градостроительного законодательства. По данным ведомства, в Горсовете уже выявили наличие существенных нарушений и возбудили уголовное дело. Заказчики строительства и Горсовет не заключили договор долевого участия в развитии транспортной и социальной инфраструктуры города. Таким образом, городской бюджет недополучил около 500 тысяч гривен. Еще одной интересной особенностью является то, что одесские власти особо не настаивали на уплате средств долевого участия. Однако это далеко не конец. Проверка Горсовета продолжается. Обрушение на улице Куйбышева 29 октября вечером здесь рухнула стена и часть перекрытия жилого дома, находившегося в аварийном состоянии. К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Местные жители говорят, что несдолго до этого в доме орудовали неизвестные. Напомним, 23 мая нынешнего года рухнула основная часть этого же дома. Тогда под завалами оказались несколько человек. Подробности выяснила Валерия Наумова. Спасатели прибыли на место происшествия около 8 часов вечера и начали разбирать обломки здания. Сотрудникам ГСЧС даже пришлось выводить из аварийного дома людей. Поступили к эвакуации людей, которые там находились в глубине дома. Было эвакуировано 5 человек. На этот раз обошлось без пострадавших. Местные жители рассказывают, в этой части дома никто не жил. Однако перед обрушением здесь побывали неизвестные, причем дважды. Мне показалось даже, что они уже бьют мою стенку, пробиваются ко мне в квартиру. Я выглянула в окно, увидела, что здесь стоят двое. Мы договорились, что мы сегодня выйдем и будем охранять. Но получилось так, что они залезли еще 8 часов. Жильцы дома вызвали милиционеров, те составили протокол. Сегодня проникнуть в аварийные здания не составляет труда. Бомжи и любопытные приходят в полуразрушенные квартиры, постоянно рассказывают люди. Напомним, в мае нынешнего года обрушилась передняя часть флигеля этого же дома. Тогда под завалами оказались два человека. К счастью, никто не погиб. С тех пор жители улицы Куйбышева оббивали пороги всех инстанций, чтобы уцелевшие части строения законсервировали. Мы 3-5 месяцев просили, чтобы нам заложили эту вот. Но никто нам ничего не сделал. Они заложили там крышу, они сделали так, что дождь, как будто бы специально, дождь попадал вот в эти разрушенные части, оно бы само завалилось. Не сегодня, а завтра. Просто вот эти неопознанные лица, они завалили это раньше. Только в этом дворе сегодня живет 10 семей. Некоторые квартиры уже давно не жилые. Находиться здесь опасно. Через вот такие трещины в стенах можно увидеть даже соседние дома. Сюда идет, и туда получается в простенке, между квартирной простенкой, она уходит туда. Жители так называемого Климовского квартала должны были расселить еще в 2007-м, потом в 2010-м. Чиновники уверяют, эти вопросы вот-вот должны решиться застройщикам, за очередь на морец. Процесс идет уже не первый год. Не первый год рушатся и дома. В райадминистрации разводят руками. Чиновники не в состоянии поставить даже подпорки. Укрепление стен, это относится к капитальному виду работы. Капитальные виды работ ЖКС проводить не может. На капитальные виды работ должны выделяться денежные средства, и тогда уже происходит эта работа. А пока жители улицы Куйбышева ждут наступления холодов. Зимой здесь постоянно греются бездомные. Периодически в аварийных домах возникают пожары. Хотя жильцы уверены, это не случайность. Были такие случаи, что Черномолец посылал, и люди были не согласны выселяться. Засылали вроде под видом квартирантов, они там делали пожары. Максимум, что обещают сделать чиновники, огородить обрушенную часть дома новым забором. Правда, это вряд ли поможет людям, которые каждую минуту могут оказаться под завалами собственного дома. Валерия Наумова, Олег Шпак, Эдуард Шендерович, Новая Одесса. Один человек погиб, еще двое попали в больницу. В результате аварии, которая произошла сегодня утром на Люздорской дороге, во время происшествия был густой туман. Однако очевидцы настаивают, что в трагедии виновен пьяный водитель. Свидетели утверждают, Део Ланос ехал в сторону улицы Тополевой. Совершая левый поворот на перекрестке, он врезался в Хюндай, двигавшийся навстречу на большой скорости. По информации ГАИ, из-за столкновения Хюндай отбросила настоящий неподалеку ВАЗ. От сильного удара находившийся за рулем Ланос мужчина погиб на месте происшествия. А водитель и пассажир Хюндай госпитализированы. Погибшему было около 25 лет. И еще о происшествиях. Ночью на территории сезонной базы отдыха «Гранит» в затоке сгорелось здание 80-го года постройки. Спасателям пришлось одновременно тушить пожар и защищать от огня коттеджи соседних баз отдыха. На месте происшествия работали 7 единиц спецтехники. Пламя поглотило 5 двухэтажных деревянных сооружений общей площадью 600 квадратных метров. Обуздать огненную стихию удалось лишь спустя час. Тем не менее, благодаря усилиям пожарных были спасены 3 рядом расположенные здания базы отдыха «Гранит» и 6 двухэтажных коттеджных домов базы отдыха «Атлантида», тоже находившиеся в опасной близости от очагового сгорания. Погибших и пострадавших нет. И сменим тему. Завтрашнего дня одесситов начнут заставлять проводить обязательную оценку недвижимости по новым правилам и расценкам. Изменения должны были вступить в силу еще 1 августа, но тогда не хватало сертифицированных специалистов-оценщиков, и сама процедура была непонятной. Впрочем, такой она и осталась. Теперь при покупке или продаже квадратных метров необходимо платить налоги не с суммы сделки, а по стоимости, указанной в заключении оценщика. Оценка будет осуществляться не вручную, а с помощью специальной компьютерной программы, созданной Украинским институтом управления качеством, оценочной деятельности. Программа выдает не только конкретную стоимость объекта, но и размер комиссии, которую оценщик может взыскать с клиента за свои услуги. Пока столица Украины бьет столетние температурные рекорды, одесситы наслаждаются теплыми лучами октябрьского солнца, порой чередующимися с туманом. Чего ждать от небесной канцелярии? Стоит ли опасаться глобального потепления? И как скоро придут заморозки? Узнавала Екатерина Лапицкая. Дожди, туманы, неожиданные и радикальные смены температуры – это ли не сигнал о климатических изменениях, связанных с глобальным потеплением? Еще один парадокс этого процесса – повышение температуры в Арктике и Антарктике приводит к тому, что в Венеции впервые за 80 лет замерзают каналы, а в жаркой Намибии выпадает снег. Во всем мире отмечают причудливые погодные аномалии. Летнюю прогулку по Европе устроил циклон Фредерик, попутно заглядывая то в Германию, то в Австрию, то в Чехию и Словакию. Тропические ливни коснулись Нью-Йорка, в Россию наведались смерчи, торнадо прошумел в Бразилии и даже воинственный ураган не удержался и заглянул к нам в Одессу 31 мая, чтобы навести здесь свои порядки. Однако синоптики спешат успокоить одесситов и заверяют, что изменчивая октябрьская погода не сулит нам очередных потрясений. В сентябре-октябре все на себе ощутили достаточный перепад в температурном режиме, когда температура воздуха резко понижалась до отметки 2-4 тепла, а потом резко увеличивалась до отметки 15-17 тепла. Такие перепады – это не редкость для одесского региона. Еще в понедельник, 28 октября, киевские синоптики отмечали рекордно высокую температуру – 21 градус выше нуля. Стоит отметить, что последний рекорд был установлен в 1895 году. Тогда температура достигла 19,5 градуса со знаком «плюс». Для Одессы максимальная температура воздуха еще не перекрыта. То есть для нас это не аномальная температура воздуха. Киев находится намного севернее Одессы, поэтому для них столь высокие температуры воздуха в октябре – это явление редкое. С аномалиями все понятно и пока можно не волноваться. Туманы продержатся до 4-5 ноября. Что же касается похолодания, то его стоит ожидать во второй половине ноября. До этого времени температурные колебания не будут существенными. Екатерина Лапицкая, Александр Шулятиков. Новая Одесса. И спорт в завершении. Матч Кубка Украины между Одесским Черноморцем и Днепропетровским Днепром, который был запланирован на сегодняшний вечер, отменен. Из-за густого тумана самолет с Днепропетровской командой около 30 минут кружил над Одесским аэропортом, однако разрешение на посадку так и не получил. Не приняли Днепряные в Николаеве. В результате они были вынуждены вернуться домой. Вместо матча в 19.45 на стадионе в парке Шевченко пройдет открытая тренировка черноморца. Сам матч, очевидно, официально перенесут, а новым времени его проведения станет известно в ближайшие дни. Пресс-служба Одесского международного аэропорта сообщила об отмене части рейсов в связи со сложными погодными условиями. Уже прекращены рейсы Одесса-Москва и Одесса-Стамбул до улучшения видимости. Также сотрудники ГАИ призывают водителей соблюдать повышенную осторожность на дорогах и не забывать включать ближний свет фар. И это еще не все. Дополнит выпуск проекта о главных мировых событиях дня, после чего прогноз финоптиков на ближайшие сутки. Ну а полная информационная картина среды в 21.00. Я желаю вам хорошего теплого вечера и оставайтесь на Новой Одессе. Полиция американского штата Южная Каролина расследует обстоятельства убийства, совершенного 27-летним Брайаном Суэтом. Мужчина захватил в заложники 5 человек, среди которых было двое детей, и несколько часов удерживал их в одном из домов на окраине города Гринвуд. Полицейские пытались выяснить требования Суэта, однако переговоры ни к чему не привели. При штурме дома спецназом оказалось, что мужчина убил всех заложников и застрелился сам. Мотивы преступления пока остаются неизвестными. По предварительным данным, подозреваемый страдал психическим расстройством. Отказ техники и ошибка пилотов являются основными версиями причин крушения Ка-52, произошедшего накануне в Москве. На месте аварии были обнаружены бортовые самописцы. Следователи допросят членов экипажа, когда позволят их состояние здоровья. Сейчас оба пилота находятся в госпитале имени Бурденко. Ка-52 «Аллигатор» представляет собой дальнейшее развитие знаменитой модели «Черная акула». Стоимость вертолета – 850 миллионов рублей. В южном индейском штате Антхарапрадеш погибли 44 пассажира автобуса, который столкнулся с бензовозом на одной из трасс Бангалора. Водитель при обгоне врезался в цистерну, в результате чего вспыхнул пожар. Передние двери оказались заблокированы, и выбраться смогли только сам шофер и еще шесть человек. Остальных спасти не удалось. Возгорание потушили, когда автобус уже полностью сгорел. Жертвами крупной аварии в американском штате Аризона, где на автомагистрали «Интерстат-10», одной из самых длинных в США, столкнулись 19 автомобилей, стали 3 человека. Не менее 12 получили травмы. К массовому дорожно-транспортному происшествию привела сильная пылевая буря. Видимость на автостраде была практически нулевой. Из-за аварии движение на магистрали на некоторое время прекратилось. Египетские власти арестовали одного из лидеров исламистской ассоциации, братья-мусульмане, Исама Аль-Арьяна. Ранее суд Каира по срочным вопросам вынес решение о запрете деятельности братьев-мусульман и всех связанных с ними организаций на территории Египта. Согласно вердикту, подлежат аресту все финансовые активы и имущества ассоциации и подконтрольных ей структур, включая офисы и представительства. Празднование Дня Республики было омрачено столкновениями между представителями оппозиции и полиции. В Анкаре состоялся запрещенный властями митинг, в котором приняло участие около 30 общественных организаций и политических партий. Демонстранты обвинили правительство в бездействии по отношению к накопившимся в стране проблемам. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. К счастью, в результате столкновений никто серьезно не пострадал. Из-за шторма святой Иуда, который пришел в Латвию, без электричества в стране остались более 30 тысяч домохозяйств. В настоящее время Государственная пожарно-спасательная служба устраняет последствия стихии. Синоптики сообщают, что скорость ветра составляла до 32 метров в секунду. В канадском Ванковере начал функционировать первый в мире банкомат, позволяющий приобретать виртуальную валюту биткоины. Он установлен в центре города, в одном из кафе, где как раз можно заплатить за кофе такой валютой. Биткоин, созданный в январе 2009 года, представляет собой новый вид цифровых электронных денег. Первоначально им пользовались лишь энтузиасты компьютерной виртуальной реальности. Однако сейчас биткоины стали популярными расчетными средствами. При запуске системы один биткоин стоил 5 центов США. Своего исторического обменного максимума 266 долларов он достиг в апреле текущего года. Три гигантских зеркала спасут от зимнего мрака норвежский городок Рьюкан, расположенный в горном ущелье. Именно поэтому в городок с населением всего 3000 человек по несколько месяцев подряд не заглядывает солнце. Но недавно на горе на высоте 450 метров установили 17-метровые зеркала. Они отражают свет солнца и освещают участок города примерно в 600 квадратных метров. Зеркала следуют за перемещением небесного светила с помощью специальной компьютерной программы. Ожидается, что новая система освещения также привлечет в городок любопытных туристов. Дом, где провел юношеские годы основатель компании Apple Стив Джобс, включен в список исторических охраняемых достопримечательностей калифорнийского Лос-Альтеса. Власти полагают, что теперь город станет туристической меккой для поклонников яблочной продукции. В этот дом на улице Крис-Драйв, построенный в 1952 году, семья Джобса переехала, когда он учился в седьмом классе. Главным же местом для фанатов Apple является гараж, где Джобс и его друг Сивозняк разработали и собрали первые 50 компьютеров Apple I. В Риме во дворце Палаццо Скиара открылась выставка шедевров из собраний Неаполитанского собора Святого Януария. Сокровища небесного покровителя Неаполя – одна из богатейших в мире коллекций церковных украшений. Она включает в себя 70 предметов, каждый из которых подарен Неаполю в знак любви к покровителю города Святому Януарию, отдавшему жизнь за веру. Увидеть коллекцию сокровищ за пределами Неаполя можно впервые. Раньше их никогда не вывозили из города. Ученые Института прикладной геофизики Росгидромета сообщили, что на Землю обрушилась сильнейшая за последние пять лет магнитная буря. Потоки радиоактивных частиц вызваны двумя мощными вспышками на Солнце. Ожидается, что в последние дни октября активность Солнца будет оставаться на высоком уровне. Ученые пока не знают, чем вызвана такая активность нашей звезды после почти полугодовалой спячки. Быть может, это кратковременный всплеск активности, а возможно, второй максимум 24-го цикла Солнечной активности. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса». Прогноз погоды от страховой компании «Теком». Как сообщают синоптики, в четверг, 31 октября, в Одессе в течение дня будет преимущественно ясно. Возможен дождь. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 71%. Температура воздуха ночью 8-9. Днем 9-12 градусов со знаком «плюс». Это Сергей Петрович. И он очень любит свой старый автомобиль, который подарил дочери. А это дочь Сергея Петровича Лена. И она хочет научиться водить. Сергей Петрович застраховал свою машину с помощью нового полиса «Мини Каска», потратив при этом всего 900 гривен. Новый полис «Мини Каска» от страховой компании «Теком» для старых автомобилей по цене автогражданки. Страховая компания «Теком». Уверенность в квадрате. 719-05-55.